Жуть какая. Его сожрать? Он еще жив? Я сам рубану. Всем хай, с вами Юджин. И сегодняшняя игра идеально соответствует настроению, которое я сейчас испытываю. Не то чтобы я чувствую себя перебинтованным человеком, лежащим на фоне заката. Нет, я скорее чувствую и воодушевление, и депрессивные, грустные, печальные настроения одновременно. Вот уже второй день подряд. Это как-то, возможно, сопряжено с тем, что дождь, мерзкий дождь льет, не переставая. И при том, не то чтобы как ливень, ливанул, намочил всех и пошел дальше. Нет, он такой подстряхивает, подстряхивает, сытно нас подстряхивает. Вот, и за дня в день, за дня в день невозможно почувствовать жизнь по-настоящему. Я не только виню дождь, я виню вообще все, всех, вас. На самом деле, короче, просто бывают такие дни, бывают дни. И мы играем с вами в ротомойку. Добро пожаловать в мытье рта. Так игра называется, mouthwashing. Мне ее подарили. Вот, я ее хочу поиграть. Я вообще ничего не смотрел по поводу этой игры. Я не знаю, что она из себя представляет. Я вот сейчас включил, чтобы попробовать просто вместе с вами поиграть. Я даже думал, что посмотрим. Вдруг я даже не буду выпускать это видео, кто знает. Но музыка меня сразу же заставила воспринять себя всерьез, эта игра. Короче, я такой, музыка очень крутая. И еще слышите? Во-первых, видно, как этот человек дышит, он живой. И как он кряхтит. Подстанывает. Он испытывает ужасные боли. Вот. И меня это сильно цепляет. Не знаю, почему. Потому что мне жалко его сразу становится. И музыка такая. Ладно, это долгое начало. Потому что долгая игра, скорее всего, будет. Просто приступаем. Просто приступаем, да? Посмотрим, насколько это будет видос. Будет длинная, целая игра. Прикиньте, целую игру вам сейчас покажу. Итак. Дальнемагистральный грузовой корабль компании Pony Express. Тулпар. Экипаж 5 человек. Срок доставки 382 дня. Это что, космическая история? Время в пути 147 дней. Ага, нам еще больше половины осталось лететь, блин. Ну как? Больно? Немного. У меня спина болит и шея. Не могу. Заметили, да? Когда тебе не... Ой. Так должно быть, что она подвисла. Ноль дней до крушения. То есть, крушение будет сейчас? На расстоянии 20 АЕ от судна обнаружен неопознанный спутник. В избежание столкновения рекомендуется скорректировать курс на 1,4 градуса влево. Надо скорректировать курс микрофона. Я хочу, чтобы он был прям близко к моему роту. К моему роту. Чтобы он... Чтобы вы улавливали через слух, насколько вымыт мой рот. Я вот совсем не этого ожидал. То есть, когда я включил игру, я не ожидал, что будет менюшка с человеком, перебитованным на фоне заката. А когда я включил игру и новую игру, я не ожидал, что мы будем в космическом корабле, который вот-вот столкнется. Так. Закрыто на ключ. А ключ-то где, мать моя? А? Ну, видимо, вот это. Правого руля оставить. Стоп. Надо скорректировать влево. А... Оставить. Правого руля, видимо. Особая тревога. Я чё, скорректировался на неопознанный объект? Корабль держит прямой курс на спутник. До лобового столкновения осталось 1,9 АЕ. Я не знаю, что такое АЕ. Переход в режим автопилота для корректировки курса. Экипажу рекомендуется занять аварийные места. В смысле? Я, как пилот этого корабля, решил убить нас всех? Халатность навигаторов. Из общей заработной платы экипажа вычтено 4 тысячи кредитов. Ещё и всех в долги загнал. Вот урод я. Я играю за какого-то урода, судя по всему. Я чё хотел сказать. Есть такие... Такая всем, наверное, ситуация знакомая, когда чё-то... Настроение дерьмо. И ты не пытаешься выбраться из него, слушая вдохновляющие музычки или что-то такое весёлое. А наоборот, включаешь ещё что-то более дерьмовое. И тебя таким-то образом успокаивает. Ну, давай выходим. А в жопу. В жопу. Я пытался нас убить. Я пытался, друзья. Пытался. Но не получилось. Живите дальше в своём дерьмовом настроении. Я пытался вас защитить. А вот и ключ. Сейчас мы отключим этот... Чёртов автопилот. Вы думаете, что я сдамся? Нейлоновый трос. А это что такое? Опасность. Только в случае экстренной ситуации надо использовать. Пони. Мне нравится то, что называется пони. Я сразу вспомнил Pony Island. Аварийный генератор. О, погоди, погоди, погоди. Здесь есть пониэкспресс. Итак, найден пропуск Ани. Аня. Мне тоже грустное очень выражение лица. Она даже не смотрит в камеру, когда фоткается. Что очень странно, да? Когда на документы фоткаешься, ты смотришь в камеру. Тебя заставляют. А что если бы разрешали фоткаться, знаете как? Чтобы твоя личность проступала через эту фотографию в паспорте. И можно было бы фоткаться вот так вот, типа. Или ооо. Ну вообще такие. Прикинь, как бы инстателки фоткались. Классно. Так. Все уже кончено. Второго пилота почему-то нету. Ладно. Присядем. Ключик вставим. Закрыто. Так я сейчас использовать. Аварийный ключ использовать. У нас еще есть выбор ничего не делать. Странно. Чтобы посидеть, подумать. Да что это думать? Оставить. Оставить. Можно три раза оставить? Можно три раза оставить. А потом один раз. Семь раз оставь. Один раз отключи автопилот. Не будь. Все. Столкновение неизбежно. Ладно. Что теперь? Видимо ничего. Дверь открылась. Все уже кончено. Дверь открылась. Хм-хм-хм. Хм-хм-хм. Ах. Донт би дефт. Дефт. Это что значит дефт? Переводчик в студию поможет мне сейчас. Дафт. Глупый. Ух ты. Столько способов сказать глупый разными наборами звуков. Не будь глупым. Убейся нахрен об спутник. Тут очень много плакатов с просьбами не быть глупым. Они что сюда берут глупых людей? Так. Все такое мотивационное. Проснись и пой. Ой, ну конечно. Гидиап. Галакси. Что? Погоди. Это поле, а не пони. Во-первых. Странно, что именно где он глупый, такие, знаете, дурацкие, дурацкий плакат, он находится на другой стороне. Он обособлен от, именно, мотивационных плакатов, которые бодрят тебя своими фразами. Что? Я уже был здесь? Я иду по кругу. Я, блин, по кругу иду. Хотя нет, плакаты чуть иначе развешенные. Тогда пойдем дальше. чертовы плакаты. Они нагоняют атмосферу. А, безумие. Безумие. Посмотрите. Не могу открыть. Мама. И что? Пожалуйста, пустите меня. Выпустите меня из этого чертового места. Мне нехорошо. Куда мне? Ребят, мы, кажется, с вами наткнулись на очень интересную игру. Эта игра будет мощным, сильным, ярким высказыванием. Ой! Привет. Что за... Это сон? Это сон. А, изменилось. Странно, да? Видите, корабль еще даже не столкнулся, а уже весь летит по швам и трещит по швам. Да что это за голос? Что я слышу? Что за... я чувствую себя так же, когда начинаются у меня сны, когда вращаются постепенно в хоррор сны. Когда я слышу голос, я понимаю, что так, все, надо, Евгений, проснуться, надо, надо проснуться, закрыть... два месяца после крушения. Так оно было? Джимми, на нашем месте любой бы так поступил. Свонси говорит. Руки от груза прочь. Трюм заперт. Не просто так. Я скорее тут окочурюсь, чем останусь без получки. Но вдруг там что-то полезное. Мне кажется... И что же? Мир, дружба, жвачка? Сейчас. Ну зачем же так? Если груз поможет нам выжить, надо хотя бы попытаться. Вот блин, у нас реально такое лютое начальство. Ладно вам, можно же взглянуть одним глазком. И как же ваш кружок кройки и шитья туда приберется? Шеф, все просто. Перед вами лучший бейсболист региональной юношеской команды. Как-то раз бдыщи ударом биты чуть не выше пацану глаз. Можно взять топор и... Да это тебе мозги нахер отшибло. Свонский, хватит. Наверняка там предусмотрен какой-то запасной вход. Стоп, Джимми, это я. Насколько я помню из протокола безопасности... А, это Аня, это ее пропуск мы видели. У дверей должен быть запасной код доступа. Но чтобы его узнать, нужен сканер паролей. А доступ к сканеру есть только у капитана корабля. Опа, это мысля. Что ж ты тогда не пойдешь к нему и не спросишь? Подаст тебе сканер. Еще, наверное, и за пивком сбегает. Не нужно ничего спрашивать. Можем сами достать сканер, узнать пароль и открыть вход в трюм. Как на ситуацию не посмотри, но капитан здесь теперь я что-нибудь придумаю. Так точно. Найдите сканер паролей. Опять этот поле здесь. Оу, что за странное место. Здесь отвратительно находиться как будто на Марсе. Что сказал? Кому-то сбрело в голову продавать с ним плюшевые игрушки. Детям. Что это за пена? Поле говорит не глупи. Надлежащая подготовка ключ к безопасности. Необходимо беречь себя и экипаж. Медицинские расходы будут вычтены из личных кредитов. Короче, получается, да, что то, что мы видели, это было не с нами, это кто-то другой. Поле говорит, шевели копытами. Своевременная доставка наша гордость. Гарантируем ее, где бы вы ни находились. Штрафы за задержанную доставку будут вычтены из личных кредитов. Обожаю эту систему, когда, ну, в кавычках, что, знаете, бары вешают недосдачу или магазины продуктовые недосдачу вешают именно на продавцов и на тех, кто работает. Мол, наворовали, да, наворовали люди, но отвечать будете вы нам по барабану. Поле говорит, помоги товарищу. Командная работа залог успеха. Закончил свои задачи, помогите команде. Жалобы отдела кадров на плохую команду, работу, командную работу могут повлечь за собой санкции для всей команды. Обожаю. Поле говорит, проснись и пой. Сон лучше отдых после рабочего дня, но отдых нужно заслужить. Не отставайте от графика. Убедительная просьба не спать более пяти часов в день. Это типа такой дизайн в будущем будет, просто пена. Пена как часть интерьера. Интересно. Очень интересно. Скорее всего, создатель игры много дел имел со строительными бригадами и с ремонтами в своем доме. Что отвратительно. Я тоже имел как-то дело с ремонтом. Это ужасно было. Ужасно. Хорошо. Здесь какое-то меню. Тоники, фигоники, стоят по тысяче с чем-то кредитов. Нифига себе. Ладно. Пока мы не ушли, я хочу поговорить с моим другом. Это наверное Аня? Нет, это как там Кейси? Дайски. Опять достался суп на ужин. В Цуэфа на куриную лапшу? Насколько нам еще хватает еды? Месяца на четыре, наверное. Хм, еда закончится раньше, чем воздух, но запасы растянуть можно. В теории. Но для этого совсем скоро придется затянуть пояса. Блин, вот меня маман дома после такого откормит. Стану как Свонси. Зато потом такие байки травить будем. Может о нас даже в новостях напишут или покажут по телеку? Да, девушек тоже отбой не будет. Точняк. Но самое страшное это остаться без туалетной бумаги. Вот это реально будет трэш. Про такое в интервью лучше не рассказывать. Ну, видимо, все, мы поговорили? Да, поговорили. Скажи, ты уже давно на стажировке? Свонси все... А, скажи, ты уже тут давно на стажировке. Свонси все время себя так с собой ведет. Собой. Да ладно, Свонси и Свонси. Ему вряд ли хотелось, чтобы за ним целый год таскался какой-то сопляк. Все случившееся в план стажировки, конечно, не входило. Но не давай ему слишком уж тобой помыкать. Да, он только на словах такой. Поворчать любит, но по части техники ему просто нет равных. Я ему вот чего можно добиться, если работать очень-очень-очень много лет. Да, уж от такого комплимента он наверняка был в восторге. Хорошо, я понимаю. Это все? Вы нашли тот сканер? Я бы спросил у Ани, она сразу после крушения села перечитывать руководство по безопасности. Из рук не выпускает. Вот. Отлично, нам дали наводочку. Аня, Аня, кофе. Я уже давно не пил кофе в моей реальной жизни, и очень хочется. Автомат опустел задолго до аварии, Свонси постарался на славу. Без автомата мы бы уже давно были трупы. Никогда бы не подумал, что фастфуд продлит мне жизнь. Значит, может сюда. Блин, мы на корабле. Почему все в пене? Я не понимаю, что за пена. Что за прикол? Объясните мне про пену кто-нибудь. Так, рубка капитана, карго, утилитизация, все сюда. Я не знаю, куда идти. Ладно, поперли сначала сюда. Они даже не запарились над тем, чтобы сделать... А, здоров. Чтобы сделать место, в котором мы сейчас начали игру, более-менее комфортным. Супер красное освещение, даже больше оранжево-закатное, мне очень не нравится. Итак, здоров. Свонси. Какие люди? Ты должен сидеть, расписывать свой гениальный план по захвату Триума. Ты чего здесь стал? Не твое собачье дело. Еще как мое, из-за керли теперь все на моих плечах. Не заставляй меня повторяться. Как вашему величеству угодно-с. А я тут так, работаю. Тарахтелка сломалась, а простому работяге все равно прохлаждаться некогда. Вот тина. Чего уставился? Работа-работа, а перекур по расписанию. работа, это еще какая? Как в отсеке обсто... Как в отсеке обстоят дела. плотный слой пены. Пытаюсь ее раскрошить, чтобы пролезть и достать пару вещей, например, инструменты. Но если эту стену пробить и нарушить герметичность, то нам кранты. Так что нечего сюда соваться, сам разберусь. Адайски? Его же специально пристроили тебе в помощь. Что я впустил туда этого балбеса? Да там после аварии черт ногу сломит. На время техосмотра открывали воздуховод. Так наша с позволения сказать медсестра чуть ногу себе не проткнула. А мы тогда еще даже врезаться ни во что не успели. А я и твердил, но у нее в одно ухо влетело, в другое вылетело, а сопляк этот вообще думает только одним местом. Прям как мои спиногрызы. Так что отказ. Сюда ни ногой. Как скажешь, Свонси, просто держи меня в курсе. Окей. Ну понятно вот почему пена. Пена это их все. Герметичность очень важна. Тут есть какая-то не знаю карта? Нет. Я правда не ожидал, что мы окажемся на космическом корабле в этой игре. Я до сих пор не могу понять. Стоп. А это место мне знакомо. Мы все таки врезались на этом корабле взять сканер паролей. Получите доступ в грузовой отсек. Хорошо. Грузовой отсек это как раз таки карго. Открывай. Окей, окей, окей. А могу взять предмет вот этот сейчас? Куда? Куда клацать-то? Нилоновый трос. Нет, нельзя. У! Должно быть трубу оторвало во время аварии. Каким образом корабль уцелел? Они получается его просто всего полностью залатали пеной. Пониэкспресс, Пониэкспресс, да-да-да-да-да-да. А, теперь ты здесь? Ведь сестра должно быть на месте. Пусть приходят, все равно больше дров тут уже не наломаешь. Окей. Посторонним лицам вход воспрещен. Капитана выдается сканер паролей, позволяющий открывать двери в случае аварии. Окей. аварии. пошел? Лаунж, медикал. Надо к медсестре, что ли, за медсестрой пойти? извините. Ой, я сохну, я все эти дни так же сохну. Опа, мы вернулись, мы круг сделали, мы сделали большой круг. Идем в медикал. Аня, здоров. О, 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 боже ему, он весь обгорел, пальцев даже нету. Нажмите таб, мы можем просветить. Короче, мы можем что-то использовать. Это капитан, который врезался, мы им играли. Он больше не может просто лежать. А обезболивающий на что? Он просто, просто ему так больно, я не могу слушать эти вопли. Ты точно заканчивал, ты точно заканчивал медицинский? Эту компанию хлебом не кормит, дай на чем-нибудь сэкономить. А, и еще, не мог бы ты помочь мне с капитаном? С Керли? Да, извини, с Керли и его лекарствами. Звание еще нужно заслужить. Вы так не считаете, сестра? Да, извини за вопрос. Я сам все сделаю. Ты хочешь сам дать ему лекарства? Ему без них так плохо. Сделаю, сделаю. Бинты у него какие-то мокрые. Знаю, чистые закончились. Больше не ловят сигнал. Увы, плейлисты с воин сиянией не остановило даже у крушения корабля. А, окей, 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 боже мой. Как мы все это, как мы это все пережили? Это все, что осталось. Взять обезболивающее. Вот, что мы должны ему дать использовать. У него закрыт рот. В смысле? давай ты не будешь дергаться. Мне тоже этот процесс удовольствия не доставляет, знаешь ли. Как там обычно говорят, если больно, значит еще жив. я больше не могу это слушать. Простите. вот иногда достаточно просто звука, чтобы офигеть. мы это сделали. Заиграла музыка воодушевляющая. Так, 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 так. Что это? По словам Свонси, воздуховод уже сто лет как сломан. А что там теперь вообще страшно представить? Это все, что осталось. Так, хорошо. Ну, ладно, медсестра не справилась с этим. Ну, капитан, бывай. Отдыхай. Так, Аня, соберись. Обезболивающих почти не осталось. Но ты все равно хочешь... Как думаешь, зачем он это сделал? Какая разница? Тебе от этого станет легче? Джим, я хочу жить с верой, что минуты слабости еще не делают из нас чудовищ. По-другому я не могу. Даже в такой ситуации. Аня, он хотел нас всех утащить за собой. Как по мне, сейчас осталось лишь две причины оставлять его в живых. Но главное, что с этим решением согласился весь экипаж, чем бы там все не руководствовались. Меня все еще подташнивает. Дай немного перевести дух. куда она ушла? Бахни кофейку что ли. Карго. А весь экипаж имеется ввиду есть еще здесь люди помимо нас четверых. Так, Свонский не пускает никого. Говорит, там все забито пеной. Тогда карго у нас в эту сторону. Вот. Вот мы все здесь собрались. Здоров, ребят. Мы точно поступаем правильно? Хоть бы там были медикаменты, еда или вода. Мы точно поступаем я надеюсь, что там будут они. Иначе мы подохнем. Ну, будете что-нибудь говорить? Ну, шевелись уже. Твоя же идея. Хочу, чтобы все присутствующие знали. Я в этом не участвую. Как думаете, что мы вообще везем? Если запчасти, то мы со Свонси сможем починить корабль и наконец улететь отсюда. Верно же все говорю? Хорош трепать языком. Окей. Сканируем пароль. А как мне просканировать? Еще раз. Я включаю. А-а-а. Класс. 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 И как я должен понять? И че? Типа? Конечно же неправильно. Что-то должно быть. Сканер паролей. Погоди, внимательно. Доступ только со званием капитана. Подказывает пароли на борту тул пара. может быть. А-а-а. 4, 5, 17. 45, 17. Окей. Выключаем. Ну че, ребят, вы готовы? Ой, как много. Ой, как много. Что-что-что зависло? Почему? 7 дней до крушения. А-а-а. Все в порядке? А-а-а. Блин, извини. Опять не мог сомкнуть глаза. Ну что, психологическое обследование пройдено успешно? Ну, в прошлый раз вы ответили на все вопросы точно так же. Капитан, возможно, вам стоит быть чуточку более открытым. Эти тесты важны не только для личной оценки вашего состояния. Мне главное оставаться хорошим капитаном в твоих глазах, Аня. Керли, это да, это тот, кем мы в самом начале играли, который разбил корабль. Ой, ну что вы. Получается, мне осталось опросить всего одного человека. Джимми. Он ведет себя так, будто я этим от скуки занимаюсь. А потом в отчете приходится писать такие вещи. Я испытываю сексуальное возбуждение при виде нарисованных лошадей. Ха, ну могу облегчить твою задачу. Правда? Я давно его знаю, со мной он не будет так себя вести. Логично, все-таки вы здесь капитан. Именно, я здесь капитан. Спасибо вам огромное. Такой груз с плеч. А пока не забыла, Свонси просил вам кое-что передать. Как ее взяли на экипаж, если она такая ранимая? Она очень ранимая. И она же должна была сама пройти какой-то личностный тест. They can't expect me to perform miracles. Типа, я не могу чудеса творить. Нефиг ожидать от меня чудес. Я им что, волшебника? Ну, либо так, да, можно перевести. Окей. Не знаю, что там. Наверное, что-то интересное. Удачи вам, капитан. Короче, он там психует. Поговорите с Джимми и с Вонси. Дайски пока описывает свою стажировку следующим образом. Круто, зашибись, прям вообще топщик. Ну, нереально круто. Мне начинать волноваться? Так, хорошо. Не, не, не парься, все, в порядке. Дайски он хорош. Нормально. Так, здесь закрыто. С Вонси уже много лет пытаются, много дней пытаются починить воздуховод. Не буду описывать судьбу. Испытывать что? Не буду испытывать судьбу. О! Забавно, что обои другие совсем. Да. Интересно, знает ли он, что он будет лежать? Подозревает ли он, что он будет лежать? Он же хотел убить всех вряд ли но это забавно что мы видим эту кровать пока еще в нормальном состоянии несколько дней до сказали несколько дней да и здесь более уютно чуть-чуть уютнее чем было это что такое они доски любители во что-нибудь перекинуться ему еще и всегда невероятно везет ее это ужутко бесит кофе больше месяца как закончился оно и к лучшему после него потом сна не в одном глазу автомат готовый полуедой полубыстро полудешево полусъедобно поле говорит командная работа это работа мечты ей заткнись проснись и пой а это мы все читали хорошо 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 идем дальше у здесь есть отсек дверь ведущая в мою каюту еще успею я пока при исполнении она как раз таки была вся запенена стоп окей видимо так должно быть как у них мог закончиться кофе это такая компания настолько экономит на них что она даже про запас не оставляет ничего дайси это джимми о господи дайси и в келькам дайски дайски по моему а в пони экспресс еще говорили что развлечение на борту не предусмотрено в той комнате будто каждый день что-то выходит из строя пул пар потихоньку начинает трещать по швам инспекция серьезных проблем не выявила значит все нормально углу плюс нам подкинули дайски в самый последний момент не рассчитывал что у нас тут будет пятеро надо было весь их отдел поставить на уже за такие выходки все-таки пятеро всего было может пойдешь и поможешь ну или просто закроем дверь смотри сам муки давай зайдем но это наша крио капсула мы тут спим окей так ну проблем на лицо этого пацана походу притаранили чтоб с ума меня свести тоже мне стажировочка я просто хотел починить вентиляцию с чего вдруг сработала аварийная пена да потому что у тебя руки за того места и и об сам все сделал но шкафчик с топором можете открыть только вы куда ни плюнь нужно ваше разрешение я разберусь потерпи дайски похоже сванси пытается обучить тайский а зам своего ремесла учиться ему еще очень долго так нужен топор с аварийные криогенные капсулы резервного питания не должно хватить лет на 20 вот ну да записка сванси посмотрим чего он завелся в этот раз а это как раз таки сванси записка сейчас через и туда муки и вот так и сканер паролей 2609 кей взять топор интересно для чего не добавили такую функцию ты не просто берешь предмет ты каждое свое действие можешь у тебя либо сделать действие либо отложить дело не этого действия то есть это все равно его сделаешь в итоге чтобы пройти дальше по игре но мне кажется это работа на темы который будет игра затрагивать скорее всего ну давай сванси раньше не нужно было из-за каждого чих устраивать цирк с конями что дальше посуду на замок закроем так использует топор я сам опа осторожней я могу рубануть ему по ноге ай-яй офф ну и жесть заруби себе на носу чтобы к вентиляции ни шагу понял там вся труба пошла по одному месту хоть чтоб тебя убила током проткнула коряга и зажирала заживо разом ну типа вы ж туда не сможете пролезть и все починить так что я сам могу капитан прошу мой топор так и капсулу повредить недолго постарайся чтобы такого больше не повторялось ага вас понял предельно и ясно пусть топор тут побудет пока ты везде не проберешься окей шеф крупным быть не стыдно у меня дед был вот такущий а дожил я аж лет до шестидесяти чего стал как вкопанный убирайся давай ну как мне заставить его убираться я вижу здесь написано не трогать хорошо они видимо тут будут убираться а я пойду с джимми поговорю ну что диагноз смертельно здоров плюс минус но все мы немного с приветом кстати я обещал сам провести твое обследование расскажите о вашей неудержимой страсти к нарисованным лошадям это у вас врожденное или приобретенное в результате ой все иди ты нахер пошли в кабину да странно что он начал разговор об этом здесь итак вот сюда нужно а в эту сторону что потом разберемся эй открыть нельзя а кто эту музыку включил или это фоновая музыка для нас как для игроков вот в чем проблема капитана у него крыша течет у него шифер поехал у него пипец он он даже не замечает или замечает но просто как бы живет с этим для него этот корабль бесконечный он может он клаустрофобию использую испытывать использует может он ну что такое он испытывает его явно стесняют эти стены типа это чертов бесконечный железный мерзкий холодный мрачный корабль что прыгаем о боже это игра о ужасах дальних путешествий в космосе ой 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 да я забыл как называлась это болезнь есть фильм целый посвященный этому вспомните слово друзья напишите вокс в комментах ой 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 Я так понимаю, неважно, куда я пойду. О, нет, emergency, emergency везде. Жуть! Что это? Это лестница? Так вообще, как будто здесь кит плавает какой-то стрёмный. Нет, я не могу по ним лазить, оно просто происходит. Какой-то silent hill. О, что такое? Я не могу смотреть влево, но могу и... Я не могу повернуть назад. Я только могу бежать к всплывающему огромному солнцу. Она бежит за мной, кажется. Я проваливаюсь в какие-то кошмары наяву. О, как он держится еще. Как этот капитан держится. Жуть какая. Вы только вдумайтесь. Просто представьте, что мы же не можем понимать... Мы не можем увидеть, через что человек на самом деле проходит. Каждый из нас. Каждый из нас по-своему. И вот пока Джимми просто ждет капитана, который небольшой коридорчик должен преодолеть, чтобы встретиться с ним здесь, в кабине, даже не подозревает, что капитан только что видел в своей голове. Ты не мог сам вписать туда, что надо? Эти результаты потом все равно никуда не идут. По-быстрому пробежимся и все. Считаете ли вы, что эффективно справляетесь с задачами второго пилота и выполняете работу с полной отдачей? Господи, он умудряется еще просто вот не показывать, как в принципе и все люди. Мы умудряемся никому не показывать, что же там внутри творится. Оф, ну как сказать. Хорошо, так и запишем. Вот и все, вопрос закрыт. А вообще, какие в целом ощущения? Спрашиваю как друг. Мне тут нравится. Ни от кого не зависишь. Не думал, что тебе так понравится работать грузовым пилотом. Учитывая, что на земле тебе много доставалось тяжко. Да, ну да. Мне каждый встречный уже прожужжал уши на тему того, какой из тебя вышел прекрасный командир. Даже подбешивает, честно говоря. Поэтому я тебя не очень понимаю. Ты вечно ходишь с таким видом, будто тебя привели на пилот. На край обрыва и вот-вот столкнут вниз. Я просто тут начал задумываться. Что дальше? У меня что-то вышло, и теперь надо заниматься этим до конца жизни. Надежный капитан надежного судна. А что плохого? В том-то и дело, что ничего. Но в то же время меня трясет от страха. В голове мысль. Это мой предел? Моя судьба настолько проста и понятна. Боже мой! Господи, игра просто вытащила эти слова из моей башки. Или все же есть смысл рискнуть и попробовать что-то новое? Даже если получаться будет не очень. Да перестань! Каждая следующая фраза, блин. Каждая следующая фраза, блин. В голову мне. Просто так оп-оп. И в текст. Наверное, могу понять. Ты достиг вершины своего холма. И теперь тебе кажется, что на других холмах трава будет позеленее. Но что бы ты сейчас ни сделал, падать все равно будет больно. А я тем временем даже на первый холм забраться не в состоянии. Типа того. Но слушай. Чего ты? Ладно тебе. Я в тебя верю. Ты же знаешь. Внезапно раскрыли их отношения иначе. Они действительно друзья. То есть капитан открылся ему. Но, как мы видим, не до конца. То есть он, да, говорит что-то. Но он слишком глубоко не заглядывает. Потому что реально же. То, что происходит реально в человеке в голове. У человека в голове. Те фантазии, которые он переживает. Проигрывает из раз в раз. Особенно о прошлом. О будущем. О настоящем. О том, как надо было сказать там. Или что. Обо мне сейчас думают. Вот это все проигрывается. И ты не можешь подойти к человеку и сказать. Слушай. Даже если ты твой близкий друг. У меня вот там такое в голове. И счастье твое, наверное, если ты можешь кому-то это рассказать. Кто действительно сможет попробовать понять. Вот. Но можно ли понять человека прям по-настоящему. И я поэтому обожаю кино, игры, литературу. За то, что она позволяет описать. Описать человека и все грани его души. И визуализировать это так, что ты начинаешь понимать. А так, что сейчас, что на земле. Всегда верил. Вот как. Прекрасная фраза для отчета не находишь? Черт, начальство. Похоже, мне пора. Увидимся. Черт, вы работа на прервала. Такой классный вайб. Эх. Что же мы хотим? Лучше оставлю здесь на всякий случай. Джимми попросил на 50 кредитов, что трос так и останется тут пылиться. Джимми поспорил. А я прочитал, попросил. Надежда выиграть у него пари тает с каждым днем. Так, взять письмо из главного офиса. Ой-ой-ой. Вот так просто. Не даю до чего? Что? Ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Опять крыша мне потекла. Я все еще капитан. Пусто. А-а-а. Только фирма со стабильной рентабельностью может обеспечить работникам все необходимые условия. Рентабельная фирма может обеспечить работникам комфортным, красивым рабочим местом. Высокие зарплаты и стабильность кадров. Медицинское страхование и оказание необходимой помощи. Но все за ваши кредиты. Страховка от несчастных случаев. Страхование жизни. Достаточный отпуск. Достаточный отпуск. Обожаю формулировку. Стабильная работа дает работнику возможность открыть страховой счет. Владеть недвижимостью и наслаждаться досугом, проводя время вместе с семьей. Когда инвесторы получают только фирмы со стабильной... Что? Когда инвесторы получают все остальное, да. А-а-а... Интересно. Этот мультик специально для игры заказали? Анимация очень клевая. Прямо Баксбани. Мне нравится, вот как отсвечивает то, что мы видим на экране, вот здесь на полу. Черная дыра. Квазар. Это гифка, она будет повторяться. Это как... Какая-то странная штука яркая. Бабахнула. Красиво, блин. Здесь кроется загадка, разгадка древнейшей мечты человечества. Нам стал подвластен колосса небывалой силы. И где же наука нашла этого колосса? В атоме. Частицы настолько мелкой, что на кончике булавки помещается сто миллиардов миллиардов атомов. И из миллионов и квадриллионов таких атомов состоит все на нашей планете. Корабли, ботинки, сургуч, капуста и короли. И короли. Никто никогда не видел их. Здесь кроется... Ага. Такая бредятина. В смысле, набор разных идей, мыслей в голове. Это что такое? Что за выстрелы? Окей, производство мяса. Сюда, сюда, сюда. Подходим все. Найден ключ от всех ваших проблем. Новейшее изобретение доктора Утопии. Изм. Изм излечит любую политическую хворь. Невероятно. Сенсация. Стоит выпить бутылочку, и у вас повысится зарплата, сохранится рабочий день, появится стабильность. Чистая выгода. Никаких забастовок. Помните, вы здесь начальник. Полный госконтроль и ненужных ничьих голосов. Сами рисуйте себе зарплату. Больше урожая, ниже стоимость. С измом даже погода каждый день чудесная. Любой изм, в общем. Так, вот это особенно. Особенно интересно завершает наш круг интересных передач. Мне кажется, это не для игры сделано. Возможно, наоборот, создатель игры, он нашел все эти материалы и добавил их. Оу. Dragon Breath представляет. Дыхание дракона. Новый продукт для чистки зубов с революционным составом. О. Убивает все бактерии и микробы. Не оставляя дурного послевкусия. Ополаскиватель для рта. Dragon Breath X. Огненная свежесть. Два месяца после крушения. Что за... Да это же... Ополаскиватель для рта? Ну, твою ж мать. Офигеть. Да тут на полпланеты хватит. А, это все ополаскиватель для рта? Вообще краев не видать. Нас с пятером на год с лишним отправили черт знает куда. И все ради... Сраного ополаскивателя. Там столько сахара, что весь дезинфицирующий эффект, наверное, сводится на нет. Какой такой эффект? Что там? Дай сюда. Содержание спирта 14%? Опачки! Ха-ха-ха-ха! А-ха-ха? Ну, хотя бы у нас изо рта будет хорошо пахнуть. Истинно глаголишь, малой. Сейчас тут будет такой букет. Что вы творите? Прекратите сейчас же. Бам! Они упьются ополаскивать им до рта. Ох, хорошо пошла. Да что ты закипишилась? Это для здоровья. Возраст, сама понимаешь. Опа, слыхал звон? 15 лет подряд, как стеклышко. А стеклышко-то треснуло. Ха-ха-ха-ха! Треснуло, лопнуло в древеск, еп! Ну и скатертью дорожка. В здоровье. За нашего капитана Керли до дна. На который его сам на дно опустился. Похоже, накидаться ополаскивателем проще простого. Да и заодно откинуться. Глазам не верю. Я... Как так можно? Помирать так с песней. Дайске! А ну иди сюда! Батюк-то тебя пить не учил? Ты ж мужик! По-моему, это идеальная история для какого-нибудь фильма. Сообщите правду. Я не прочитал, сколько это было до крушения? До крушения? Откуда мы идем? Откуда я пришел? Я должен им все рассказать. Сообщите правду. Внезапно... Просто до этого у меня не было... До этого у меня не было вот этого, знаете, текста. Сообщите правду. Сделайте, короче, заданий каких-то. Вот так просто после всех этих лет... Мак, это можно прочитать письмо? Еще раз. Я не могу прочитать письмо. Твою мать. Ладно, давайте сообщим правду. Видимо, правда в этом письме. Сюрприз. Сюрприз! Вы бы сейчас себя в зеркало видели. Хе-хе. Не ожидали? С праздничком. А, ну, ну и ну. А какой собственный повод? Нам же каждый рейс разрешает справлять один общий день рождения. Что? Дают выбрать любой день. Получается, за один рейс можно порадовать только одного именинника. Помнишь, как у нас в прошлый раз было со Свонси? Да вы че? Я такое пропустил. Ты у нас на следующий по списку, так что с днем рождения. Однако спешу разочаровать. От обязанности капитана тебе это не освобождает. Только у вас есть доступ к ингредиентам, чтобы сделать торт. Рецепт написан рядом с автоматом. Покажите нам мастер-класс, капитан. Испеките торт. Опять задание. Глин, так необычно. Не могли бы вы тайком добавить еще один сладкий пакетик? Шутка. Или могли бы? Да не, шучу. Пожалуйста. Хм, вроде бы там нужен сканер паролей. Где он только не используется. Хотя неудивительно. Пони Экспресс либо на всем экономят, либо делают все спустя рукава. Обычно все сразу. Ты ж будешь все по официальному рецепту делать. А раз уж взялся готовить, готовь хоть по-человечески. Ингредиенты с рецептом на кухне. Свонси, этот торт обожает. Только никому не говорите. Ладно, Джимми. Черт, ненавижу эту тварь уже. Извини, что не предупредили. Вечеринка, конечно, нелепая. Ну, это вроде как хуже традиция. Страшно признать, но уже почти не хочется закатывать глаза от этого ритуала. М? А, да нет, полностью согласен. День рождения общий. То есть у каждого день рождения раз... Какое время? Ну, в год, получается. Точнее, раз в четыре года. Нет, в пять. Да, я правильно понимаю концепт? Так, это что такое? Это меню. Это как раз-таки... Видимо, тот самый лакомство дядюшки Поли для долгой дороги. Так, это не то, или не то, или... Вот он, рецепт тортика. Хорошо. Секунду. Нам нужно сканер от пароля включить. Где ингредиенты-то лежат? Не понимаю, мать. Мать твою, где же ингредиенты? Они сказали, где ингредиенты, да, я просто не услышал. Еще раз. Где ингредиенты? Говорят, раньше на подсластителе не экономили. Да еще и автоматы с караоке включали. Веселье было не на жизнь, а на смерть. Окей. Был же вроде даже какой-то скандал, связанный с ингредиентами в этих автоматах. Вообще, лучше о таком лишний раз не вспоминать. Мне уже что, в этой гребаной богадельне нельзя нормально... Чего? Да что ты встал, как истукан? Делал уже торт. Не сейчас. И не сейчас. А, найдем на кухню. Взять пакет с водой. Взял. Как это ш... Что? Что я сделал? Взять подсластитель. Секунду. Значит, смешайте воду с желатином. Смешайте базу торта с подсластителем. У меня есть подсластитель и пакет с водой. То есть, мне нужно сделать желатин. Сейчас, давай попробуем сделать желатин. Я не знаю, как сделать его. Могутин в книге рецептов? Так, 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 так. А-а-а-а-а. Вот подсластитель. Я могу как раз-таки использовать сейчас сканер пароли. Два-три-четыре-один. Так я уже сделал его подсластитель. В смысле, я его сделал, что, без пароля? Я случайно? О-о-о! Я случайно, походу, угадал. Желатин 4213. Да. 4213. Взять. Теперь еще раз. Воду мы уже нашли, конечно же. Нужно... Раз, два, три, четыре. Сначала воду и желатин. Ммм... Так, желатин взять. А, оставить. Потом... Пакетик с водой использовать. И бам! А-а-а-а... Взять. Теперь... Использовать торт. Использовать подсластитель. Смешать. Прикольно. Самый быстрый тортик. Не, а что, долго делается. О! Даже свечки поставил. Ну ладно, ребят. Все уже уселись. А как же речь? Справедливо. Речь! 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 Мы слушаем. Я... Ты чё? Всё нормально? Больше они ничего не прислали. Но мы точно получим деньги после доставки груза. Это всё, что нам сообщили. Ну чё? Старая кляча наконец отбросила копытца. Долетались. И мы теперь ещё крайние. У меня вообще никаких сбережений. Не могут же они вот так с нами поступить. Мы были одной из последних служеб с экипажем. Остальных уже заменили железки. С этой шарашкой давно всё было понятно. К гадалке не ходи. Когда-то об этом узнал. В начале недели. Меня попросили об этом не говорить, пока мы не приблизимся к пункту назначения. Но я не мог от вас такое скрывать. Вот оно что. Как удачно сложилось. Всё, как ты хотел. И совесть чиста. Джим. Да если бы я знал. Ну что? Пора мне возвращаться к своему... Как ты там выразился? Тяжкому существованию. Аня так и не поступила в медицинские, потому что... Ну, с ней всё понятно. А сколько лет Свонси сможет ещё так пахать? Да, Аске повезло больше. Мама с папой всегда придут на помощь. Любимому сыночку. И на том спасибо. Но ты у нас особенный. Пошёл покорять новые вершины, значит. Я просто... Да я просто хочу нормальной жизни, блин. Я устал просыпаться с мыслью, что хочу от всего этого сбежать. Это всё, что я пытался тебе сказать. Ничего больше. Да ты же от нас бежишь, блин. Надел белое пальто, грязное можно и... Грязное можно и на помойку, да? Я не это имел в виду. Именно это. Но сложно придумать себе достойное оправдание, да? Хочется ведь выйти чистеньким, остаться героем в своих же глазах. Думал бросить команду, но так, чтобы все продолжали считать тебя идеальным капитаном. Ушам своим не верю. Что же мне теперь делать? Ну что, ёбнем по тортику? В честь нашего последнего круиза. Давайте поздравим нашего капитана с новыми начинаниями. Я хотел бы почитать, что же там в письме прям. Большой кухонный нож. Что я должен? А? Что я нажимаю? А. Три месяца после крушения. Он еще спит. Проведайте керли. Опять задание? Они всегда были? Может у нас керли? Я не знаю, принял ли он таблетки. Найдите Аню. Осталось всего несколько штук, а потом придется терпеть его вопли. Взять. Стоп. Мы можем давать. Давайте дадим. Я не знаю, принял он или нет. Использовать. Здесь это не подходит. Ай. А как мне? Ладно, я спрошу. Надо спросить у Ани сначала. Надо найти ее. Ой, жутко. Ой, жутко. Сколько интересного уже выпили? Очень много, очень много, очень много. Мы только этим и занимаемся, походу. Что это? Утилизация. Агасос. Это не утилизация, а утилити. Как это означает? Что это значит? Я не помню. Сейчас я переведу. Утилити. Это прием в Mortal Kombat. Полезность. В общем, полезная. Говорит, там все забито пеной. Да, хорошо. Все, пене, пене, пена. Ну, это, по сути, место, где мы спим. Черт. А вот сюда? Опа. Так, а что я пропустил? В эту сторону мы никогда не пройдем. Вопли, керка. Керли, да? Керли? Керк? А, в кабину. Надо пойти в кабину. Я в кабине не был, кажется. Кабина в ту сторону, по-моему. Вот здесь. Повсюду слышно. Повсюду. Нифига он так громко. Нет, я все понимаю. Раз у нас нет другого выбора. А, это ты тут шляешься? Джимми, тоже не можешь уснуть? Сейчас вроде как ночь. Что у вас тут за разговоры? Аня, ты что, плачешь? Нет, не волнуйся, все хорошо. Нам всем нужно сохранять спокойствие. И больше пить. Да я спокоен, как дохлая лошадь. Свои лучше поберегите нервишки, капитан. Он опять начал мычать. Аня, ты давала ему таблетки? Ой, нет, забыла, наверное. Прости, я сейчас. Я сам. Нет, нет, ничего страшного. Я сказал, я сам справлюсь. Дай идти керле. Окей. Вы что-то еще скажете? Ты вообще с ним расстаешься? Ты вообще с ним не расстаешься? Привычка. Нечего раздувать из мухи слона. Он захочет нас зарубить. Они все тут с ума посходят за всю игру. Интересно. Кто-нибудь в компании вообще заметил, что мы пропали с радаров? Спасательному судну так далеко досюда лететь. Они могут попробовать сменить курс ближайшего грузового корабля и подобрать нас. Во всяком случае, в теорию. Наверное, ты прав. Так, все-все-все-все-все. Ладно, идем. Какая жуть. Ведь капитана не восстановить, его не превратить в нормального человека. Мы же все понимаем это. Или хотя не знаю, может быть там технологии такие, что можно? Ладно. Рот. Слушай, что ты разорался? Сука. Я ведь знаю, что у всех на уме. Все смотрят на меня с подозрением. Что в такой ситуации вообще можно сказать? Даже если я попытаюсь все объяснить. Как бы она тогда поступила? Твою мать. Докатились. Теперь я уж торвала. Кто бы мог подумать. Это тебе надо сказать спасибо. Открывай уже рот. Надеюсь, тебя это надолго заткнет. Открывай уже рот. Что это было? Что это было? Что я сейчас... Что это я сейчас сделал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай съедим по кусочку. Зачем? Там явно не кулинарный шедевр. Иногда выбирать не приходится. Зато потом хорошие начинаешь ценить еще больше. А смысл? Слушай, всем от чего-то бежали. Не сбежал по итогу никто. Я много раз задавался вопросом. Так вот она, какая. Спокойная жизнь. Это точно то, чего я хочу. Говоря откровенно, выбор не фонтан. Все, что мне остается. Попытаться прожить такую жизнь, от которой бежать не захочется. Тут прибавку дали. Там ипотеку закрыл. Через годик даже в кого-то влюбился. Иногда остается просто сесть вместе с другом и напополам сожрать мерзопакостный торт. Как по мне, в данный момент вариант зашибенный. Уступаю тебе почетное право его разрезать. Ладно. Тогда пойду возьму нож. Найдите нож. Найти нож. Найти нож. Найти нож. Надо где-то найти. Чертов. Нож. О, мы можем пойти туда. Стоп. Скорее всего, нож там вдалеке найдем. У меня начинаются тоже галлюцинации. Я перепил этого ополаскивателя для рта? Здесь темно, блин. Слишком. Жуть. Ополаскиватель. Ополаскиватель. Не будущее ли нам показывают? взять топор. Ой, на меня кто-то смотрит. Жри. Чего? Мы будем топором. Нам сказали найти нож. Мы нашли топор. Это как бы мы выполнили задание. И надо теперь разрезать. Разрубить. Так, погоди. А куда я пришел? Черт, так плохо видно. Жуть какая. Жуть какая. Его сожрать. Его сожрать? Он еще жив? Использовать. Я сам рубану? О, меня уберегли. Четыре месяца после крушения. Поговорите с экипажем. Я угарну, если потом в конце игры мы увидим пустой склад. То есть мы пробудем здесь так долго, что выпьем абсолютно все эти бальзамы для умывания рта. Ладно, что нам нужно делать? Поговорить с нашей... О, боже мой. Упитый в хлам. Дайски. Сколько ты выпил? Тебя убьет быстрее. Чем станет легче? Знаю. Мне эту подработку мама нашла. Все называло меня тунеядцем. Не знаю. Просто я понятия не имел, кем хочу стать. За что ни брался, все валилось из рук. Лошара кусок. Дайски, все еще впереди. Лишь бы она потом себя ни в чем не винила. Блин, я же понимаю, что, судя по всему, учитывая политику компании, они рассудят, что компании дешевле просто забыть про этот экипаж, чем организовывать спасательную операцию. Ох. Они просто упьются в хлам наполаскивателем для зубов или рта. Замерите, пожалуйста. Смотреть на эти бутылки уже тошно. В этот момент я ополаскиваю рот водой. Чертовски сушит последние дни. Не знаю, бывают такие периоды, когда просто постоянно хочется пить. Взять ополаскиватель. Это не потому, что у меня там трубы горят, как вы подумали. Нет, я не упиваюсь в хлам. Просто не знаю, за чего это происходит. О, стоит пляшет. С топором все своим. Ого, сам командир пожаловал. Вот он, наш Джимбоу. Слышь, начальник, во, как умею. Забавный кадр. Интересный. Ау-ау. Свойси, что ты тут устроил? Да тут все хорошенько приняли. И скорчили кислые морды. Капитан решил испортить всем праздник. Но наш бар будет открыть до утра. Куда делся этот ублюдыш мелкий? Нихера силенок у пацана нет. Че разбежали здесь? Вся веселуха здесь. Ха-ха-ха. Ау-ау. Ну, кучу, все скажет. А, Аня здесь тоже. Я думал, она... А, вряд ли она бы там находилась у капитана. Аня. Ой. Напугал. Извини. А, все нормально. Тоже хочешь попробовать? Что такое? Это убийство 99,9% of all germs. 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 Что такое germs? Germs. Микроб. А, убивает 99% всех микробов. Вообще-то, да. Но я понимаю, что мне просто станет плохо. Делу это вот... Это точно не поможет. Хоть и хотелось бы. Да уж. Слушай, я тут все вспомнила. Я тут вспоминала. Я тут вспомнила. Ты же в курсе, что лекарства хранятся не только у меня в кабинете? В коридоре есть своя камера хранения. Почему-то раньше об этом молчала. Там пена. Думала, туда не пролезть. Но я сейчас прикинула, сколько ее там должно быть. Мне кажется, что тот шкафчик закрыт не очень глубоко. А, может, можно попробовать отколоть кусок пены? Все держится на соплях. Если лишний раз ударим не по тому месту, всех засосет в космос. Думаю, рискнуть стоит. Хотя бы будет повод забрать у Свонси топор. Раздробите пену. Окей, это интересно. Я уже... Я просто сейчас делал небольшой перерыв перед... Между двумя частями съемок этого видео. И такой... Я задумал о том, что нам пытаются показать в этой игре. И я вспомнил те передачи по телеку, которые видел в своем трипе наш капитан. И там было интересно подобрано. Подборка была интересна, на самом деле. Так как там показывали... Как имущие сильные мира всего дают людям обычным Всякие обещания, всякие выгоды, прочее-прочее. И в итоге просто заставляют нас ходить по кругу. Потом нам говорили о передаче... Ну, по кругу, денежному кругу и так далее. Там ипотеки и прочее-прочее-прочее. Возможности, жизнь, класс. И париться не надо вообще. Вообще классно. А мы все за вас делаем. Вот. И при этом потом показывали про то, что микробы и бактерии, и молекулы... В общем, все супермизерное находится на... Одной только шапочке гвоздика, по-моему, там было, да? Что... Там миллионы, миллиарды молекул и так далее. И при этом гвоздь, само по себе, сам гвоздь, это такая штучка, знаешь, по которому нужно ударить, чтобы там что-то забить, миссию какую-то, свою задачу выполнить. Вот. И пофигу, что там эти микробы существуют, и эти молекулы вообще наплевать. И мы тоже... Мы, по сути, такой гвоздик для этой компании огромный. Ну, хрен бы с нами, да? Ну, там, сдохли мы. Одно день рождения на всех. И прочее. То есть, наплевать. Нас просто используют. И мы решаем сейчас проблему, чем... Обычным бальзамом для ополаскивания рта, который убивает 99% всех бактерий. То есть... Такие же мы бактерии для кого-то другого, как и те, что мы убиваем, чтобы просто бухнуть. Джимбо! Наш вождь, наш спаситель! Закончил? Дай сюда. Кого? Топор, что ли? Не могу, мне его вручил наш прошлый лидер, отошедший от дела в силу трагических обстоятельств. Есть такое слово, ответственность. Хотя, чё я распинаюсь? Ты у нас в этом спец. Я возьму топор и постараюсь достать ещё обезболивающих. Хоть кто-то из нас двоих должен заниматься делом. О, да. Я в курсе про все твои делишки. Хочешь раньше времени испортить всем праздник? Я пытаюсь нас спасти. А взял... А взял всё в свои руки, то бишь... А, взял в свои руки... Так, сейчас... Погромче сделай себе. Взял всё в свои руки, то бишь... Тогда милости просим, ёп... Нет! Ага, я помню эту трещину на экране. Она вот здесь появилась. Господи, мы будущее... Нам будущее показывает, а не просто страхи наши. Ты чё? Опа, корабль трясёт. Завёл наш драндулет. Ну чё, от винта? Блин. Блин. Я могу дать ему обейсбол? Или топором? Здесь это не подходит. Ну, кстати, ему не нужно сейчас обейсбол. О, закончилось всё. Он просто пока ещё не орёт. А в том жутком видении грядущего мы топор откуда достали? Не из пены ли он торчал случайно? Это мы сейчас его воткнём туда? Неужели я сожру капитана? Так. Здесь используют топор. Здесь это не подходит. Погоди. А где подходит? Где она сказала подходит? Ладно, сейчас давай зайдём сюда. Сначала посмотрим. Я чё-то прослушал, видать. О, боже мой. Да, но здесь ничего нету. Здесь, блин. Не сюда, в общем. А в какую же сторону? Так, а сюда мы не можем, да? И так же поднимаемся, да, тут. Я вообще не в ту сторону пошёл, походу. Вот это пена, скорее всего, имеется в виду. Ага, здесь без топора не обойтись. А вот я и не буду обходиться, я всё сделаю. Ой. Я реально мог рубануть туда, куда не надо. Взять обезболивающее. Всё, 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 всё. Взять из-за пропиловый спирт. Вот это да. Джим, у тебя всё получилось. Ага, ничего сложного, если чуть разобраться. Ты такой молодец. Мне очень неудобно опять тебя беспокоить, но... Не мог бы ты дать Кёрли лекарства? Я просто... Мне просто становится так плохо. Да ты издеваешься? Послушай меня. Я постоянно терплю твою бесхарактерность. Но сейчас я пытаюсь взять всё в свои руки, Аня. Ответственность. Я должен всех нас спасти. Я... Сначала найди сканер. Потом узнай пароль. Забери топор. Убери пену, ну аккуратно. И моё любимое. Дай Кёрли эти ёбаные лекарства. Но я терплю. Я должен. Потому что хотя бы капитан должен за что-то отвечать в этой дыре, блять. Ответственность, ответственность. Прости. Я не хотела. Иди проследи, чтобы Дайски не захлебнулся в собственной блевотине. Нет, нет, я могу. Аня, я сам разберусь. Иначе этого не сделает больше никто. Вспылил. 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 А, открой, 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 открой. То есть я могу ему и еду ещё дать? Ха-ха! Мне нравится, какое задание у нас сейчас. Ладно, давай. Раньше мне было невдомёк, какое на тебе висит бремя. Блять, это ведь пытался до меня донести. Как там она говорила? Минута слабости ещё не делают из нас чудовищ. Кёрли, с тебя вышел надёжный капитан. И тебя впереди ждёт ещё много полётов. Мы выйдем отсюда живыми, я об этом позабочусь. Не думаю, что мы выйдем отсюда живыми. Игра не похожа на ту, в которой будет хэппи-энд. Если он и будет, то скорее, знаете, для обманки. Переход. Снова. Шесть часов до суда. Сюда. Чё? Джимми, а ну покажись, сука! Какой суд? Мы закрылись. Оу, оу, оу. До какого суда? На уж. Внезапно. Не, он не сможет. Не сможет. Что? Использовать применитель исключения. В средственном случае требуется сканер паролей. Эм. Руки трясутся. Что? Кто это говорит? А, я не могу ничего сделать. Взять трос. Чё сбрятался? Бунт на корабле. Бунт капитана хотят убить. Стоп. Да как же мне? Прочный нейлонный трос. То, что надо. Использовать. Здесь не подходит. Здесь. Взять железная труба. Да я тебя на 20 куска разрублю. Моя дело. Может быть здесь? Стоп. Железная труба. Здесь не подходит. Трос. Трос использовал. Железная труба. Воу, чёрт. Он выглядит очень плохо. Два дня до крушения. Ты как? Норм. Просто не спится. Понимаю. Сам постоянно ворочаюсь. Или всю ночь лежу, уставившись в потолок. А мне даже нравится наш ночной дисплей. Как ни странно. Поэтому я иногда просто прихожу... Поэтому я просто иногда прихожу на него посмотреть. Если очень хорошо приглядеться, в верхнем правом углу можно заметить битый пиксель. Вот как. Хм. Не, не вижу. А я теперь не могу выбросить из головы. Да. Есть такая штука. Есть вещи, которые лучше не замечать. Теперь и он, и меня сведёт с ума. Ну спасибо. Но вообще, иллюзии это не мешает. Всё равно. Так как-то спокойнее. Наверное, я просто привык мыслить глобально. Сколько нам ещё лететь? Хм. Так. Если прикинуть... Где-то 237 дней. Выходит почти... Восемь месяцев. Капитан, по-вашему, зачем в Пони-экспресс установили замок на дверь от медосека? И почему в каютах тогда замков нет? Хм. Наверное, по той же причине, зачем поставили замок на кабину пилота. Безопасность. Безопасность. Ой. 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 Пять месяцев после крушения. Топор всё ещё у нас? Нифига он не у нас. О. Джимми, на помощь! Тайский, ты чё? Джимми, всё очень плохо. Спокойствие, что случилось? Аня застряла в медотсеке. Дверь не открывается. Что, если у меня там закончится... Не знаю, что-нибудь. Понял. Пойдём посмотрим. Чё ты ещё скажешь? Скорее, времени нет. Бегом, бегом, бегом. В медотсеке? Это вот здесь медотсек. И чё? Аня, я привёл Джимми. Мы тебя сейчас вытащим. Не волнуйся. Без паники! А чем? Как же мы тебя вытащим-то, ё-моё? Поласкиватель. Использовать? Здесь это не подходит. Воспользуйтесь. Это мне дали ачивку. Так, окей, хорошо. Я бухнул. Стал смелее. Теперь как папай моряк. Сейчас буду рвать и метать. Что от меня требуется? Ты чё? Аня, привёл Джимми. Не волнуйся, без паники. Да, тоже говорил. Открыть не можем. Если он будет за мной сейчас идти, то будет... Это вообще жутко выглядит. Мне не сюда. А куда... Ой. А куда же мне, мама? Надо ещё раз подёргать, на всякий случай. Ты как? Говорят, замок сломался. Эй, Аня! Ты меня слышишь? Да, Джимми. Я всё прекрасно слышу. Там остались наши последние лекарства. Чёрт, дела плохи. Ты пыталась открыть дверь со всей... Ты пыталась открыть дверь со всей силы? Не видишь нигде гаечного ключа? Аптечка тяжёлая? Аня? Ээээ... В смысле, Аня... Аня молчит? Джимми молчит? Аня, дверь не открывается? Открывается. Чего? В смысле? Слушай, все мы устали. Но нельзя же сдуваться при каждой малейшей проблеме. Открой сейчас же. Ты был прав. Ты во всём был прав. Я должна была сразу так поступить. Я всегда думала, что личность не заканчивается на минутах слабости. Что все могут стать лучше, что у каждого есть второй шанс. Думаешь, мне самой всего этого хотелось? Мне... Пойми, прив... Не пойми привратно. Это... Не минута слабости. Совсем наоборот. Это первый поступок в моей жизни. Открывай дверь. Я обо всём позабочусь. Аня! Что она несёт? Кёрли. Кёрли ведь всё ещё там? Да. Вы же не думаете? Дайски. Вы со Свонси лучше всех знаете, как устроен корабль. В медотсек точно больше никак не попасть. Эм... Ну... Свонси запретил туда приближаться. Типа, чтобы вообще ни шагу. Хозоцек. Сломанная вентиляция ведёт обратно в медотсек. Типа, пролезть туда вообще без проблем. Раз других вариантов нет, справимся. Аня, ты нас слышишь? Ладно. За дело, Дайски. Попадите в ход отсек. Так, а теперь, получается, мы бежим сюда. Да... Кстати, как тут дела у нас? Чё не скажешь? Ой-ой-ой, блин, нехорошее у меня предчувствие. Чего она удумала? Нам же надо в ход отсек. Да, ход отсек, я понял. Я понял, что надо в ход отсек. Это здесь. Ай-ой-ой-ой-ой. Так, ты выглядишь очень плохо. Свонси. Свонси, нужна помощь. Я знаю, что в ход отсеке опасно, но... Сейчас, нет уж, тут посижу. Вы же понимаете, что я вас туда не пущу. Ливон. Слушай, если хотя бы шанс. Джимбо! То, что ты там поскребёшься мёртвому припарка. Просто пустишь эту жестянку на металлолом. Чё поделать, всё профукали. Сэ ля ви. Свонси, но ведь ситуация страшная. Просто выслушайте нас. А боженька-то нас с вами помазал. Хозяевами тут сделал, понимаешь? Ну чё, дойдём тогда название этой планетки. Да здравствует каюк. А беготня эта ваша меня не колышет. На каюке у меня каждый день будет праздник. Пошли, дайски. Это бесполезно. О, как будто всоединяется вся вода. Восемь часов до суда. Чё-то что суда? Не шевелись. Так, 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 так. Что с ним? Я всё исправлю. Да хули ты заладил? Ты сам-то слышишь, что вообще несёшь? Простите меня. У нас же осталось дезинфицирующее. В той заначке с лекарствами. Тащи, живо. В мой коктейль тебе. Коктейль? Что за ересь? Это ты во всём виноват. По-другому ты бы в жизни. У меня не было выбора. Ах ты. Тупой топорылый дебил. Должно же у нас остаться что-то ещё. Найдите дезинфицирующее средство. Я же его брал. О, чёрт. А где Аня? Что с кёрли? Ой. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. О, боже мой. Что? Я и так тут смотрю. Хоть что-то полезное сделай. Мать твою. В смысле я так? Он хотя бы пробрался через вентиляцию. Его ещё можно спасти. Вот эта вентиляция. Она так. Кажется, тело всё ещё лежит. Что же? Что от меня нужно? Найти средство дезинфицирующее? Почему я не помню, что здесь? Или не помню, или не вижу. Я не знаю. Это воспоминания всё? Какая... Какая дичь. Мы вот здесь? Всё в пене. Мы всё в пену превратили. Сюда. Получается, Аня навредила каким-то образом дайске? Когда он пробрался. Я думал, что это... Ответственность. Чёрт. Я думал, что это я туда полезу. А это где? О, нет, стоп. Обратно. Что? Что это? О, мы можем зумить, оказывается, всё это время. Нет. Что происходит? Что? Берёт ответственность. Что такое? По-другому. Ну, 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 ну. А-а-а-а-а-а-а! А-а-а! ответственность берет ответственность он сам включил фонарь кстати да это уже абстрактный мир посмотрите на него где низ где вверх ничего не понятно ниш не шуми что это что за монстры стой слепой зверь мечется бесцельно сбежать от него нельзя что за зверь тут инопланетяне еще будут там нетен в сторону крови или где чисто блин это пони не шуми а как я могу не шуметь ладно пойду по кровавому следу что это что это значит что это так блин а я не шумлю идем или нам а нам нужно сюда но здесь мы не пройдем нам нужно каждый раз будет возвращаться на этот кровавый след и просто замираем когда приходит конь стоим-стоим-стоим вот сверху он над потолком я вывижу только через сканер а он уже ушел быстрей боже мой ладно я не буду бежать я буду просто идти о каплин хорошо он ушел кровь 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 вот идем он просто проносится куда-то куда-то туда я продолжаю идти аккуратно а это было громко так неприятно Тихо, тихо, тихо. А? Нет! Опять! Здесь опять не пройти. Надо идти сюда. Опа! Спалил. Он спалил меня. Хорошо, после этого он далеко убегает. Very good, very good, very good. Можно чуть-чуть ускоряться. Он всегда на меня смотрит при этом. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Это образ коня очень жуткий. Ублюдыш. Тихо, тихо, тихо. Пожалуйста. Взять. Дайски. Мучиться. А мы ему... Что я взял? Ополаскиватель? Использовать. Простите. Я все испортил. Не трать силы. Ну ладно, там, в принципе, есть спирт, поэтому, да. Пять месяцев после крушения. Вроде как медотек и хозяйство... Хозоцек связаны вентиляцией. Но вы же сами все слышали. Сейчас туда соваться... Все трещит по швам. Раскол пены может нарушить герметичность. Я не хочу накосячить, как в прошлый раз. Ты видел, в каком Аня состоянии? Не удивлюсь, если она выкинет какой-нибудь отчаянный поступок. Мы команда, Дайски. Вместе нам по силам спасти Керля. Свонси нам не помощник. Значит, и без него справимся. По рукам? Да, да, точняк. Вы правы. Справимся. Но до пены еще нужно добраться. Сначала надо как-то открыть дверь в хозоцек. Свонси сел у двери, как каменный. Плюс у него ключ. У меня есть идея. Но ты должен мне доверять. Нам нужно его вырубить. Вы что, махаться с ним собрались? Нет. Даже Свонси не способен бесконечно синячить. Нужно, чтобы он напился до отключки. Метод простой и безболезненный. Вероятно, он даже не поймет, что произошло. На кухне есть рецепт безалкогольного коктейля. Сделаем все по рецепту, но добавим кое-что покрепче. За дело. Вырубите Свонси. Давайте вырубим Свонси. Ой, не то так. Ингрид, вода, желатин, подсластитель, тоник. Это... Что это? Лакомство дядюшке Поли. Это не то. Натришина... Рестриктед. Вот, наверное, да? Да, это он. Итак. Как приготовить напиток с помощью пищевого автомиксера? Значит, смешать ополаскиватель и изопропиловый спирт. Ополаскиватель и изопропиловый спирт. У меня это есть? Спирт и ополаскиватель. Да, есть. Ой. Смешать основы для напитка и подсластитель. Ага. Нужно сделать, значит, подсластитель. Ага. А где подсластитель? Сейчас, погоди. Где подсластитель-то, е-мое? А, вот он. Два, три, четыре, один. Здесь же нет возможности. Так а может вообще наплевать? И не будем ничего таких и подсластителей. Так, все, выключить. А, взять простой коктейль алкогольный. Все. Мы типа сделали. Никакого подсластителя. Подсластитель закончился. Есть идеи? Э-э-э, ну, возможно, я оставил пару штук у себя. Ой, в смысле, это... Я неправильно паралям считаю. Пару штук у себя нечаянно. Вот как. Можете порыться у меня в вещах. Наверное, там где-то завалялось. Но я тут, конечно, ни при чем. И вообще, там можно что угодно найти. Такой бардак кругом. А его вещи-то где? Где же его вещи? Ага. Все, мы сразу нашли. Все, окей. Прикарманил себе подсластитель, значит. Значит, сюда. И сюда. Получается, мы даже подсластитель сделали. Как будто он там почувствует вкус. Когда он такой бухой. Коктейльчик улет. Сейчас бы на пляж с какой-нибудь девочкой. И бокальчик. Нет. Два или три. А потом меня вырвет, и я больше смотреть на них не смогу. Хорошо ж тогда было. Пойдем угостим Свонси. Не думал я, что Свонси станет проблемой. Он, да, он строгий, но как будто бы оказался нормальным мужиком. Что его настолько вынесет. Моего стажера теперь принялся учить, а? Я его обучаю на основе своего многолетнего опыта. Но у тебя, кажется, другая метода, капитан. Набухни. Это что за хренатень? Свонси. Нам нужно работать сообща. Я хочу нас спасти. Без постоянной грызни. Если для этого требуется... Хорош, болтай. Давай сюда. Мы тут намешали на глаз. Да я вижу, малой. Какой ты тут намутил порнографию. Бармен из тебя, как из говнопуля. Да и механик из тебя не ахти. Какого лешего ты вообще сюда приперся? Какой мудак взял тебя набор? Нашли, понимаешь, какого-то малыша и пристроили кучки жалких неудачников. Чтоб мы, типа, пример подавали. Разбежались нахуй. Чтоб, что ж, жизнь учиться. Жизни, да, а толку? Оно и дальше так будет. Ошибкой за ошибкой. Шрам за шрамом. Ума-то набираешься. Да не там, где надо. Стареешь, жирнеешь. Оскотиниваешься. Вот и весь урок. Смотри, жаловаться на судьбу тебе не к лицу. А мы, значит, со себя все должны брать пример. Ты же у нас весь из себя усердный, опытный. Капитанище. Только солнышко-то наше еще не съело. Так что празднуем, отдыхаем, ёп. Если в ад не попадем, то как в аду повеселимся. Как в аду повеселимся, да. Давай. Окей. Взять ключ. Ты че? Он-то вообще дышит? Пол чуть не треснул. Все нормально. Свонься, а одним коктейлем не возьмешь. Ну, голова поболеет, переживет. Вот, блин. Он же будет вне себя от злости. Рекомендательного письма мне теперь не видать. Использовать ключ от отсека принадлежит свойности. Он с ним не расстается. Там что? Повешенный лебедь? Или гусь? Здесь это не подходит. Погоди. В смысле не подходит. А, вот. Капитан, нам точно стоит это делать? Может, хотя бы поговорим со Своньсей, как придет в себя? Понимаете, просто он топит за безопасность, правила там, все такое. Он вообще молодец, наверное. Он меня как-то научил? Дайски, пора проявить храбрость. Судьба Керли и Ани в наших руках. Что же там? Что же там? Что? Фига, да тут и пены-то почти нет. О, я видел эти штуки. Но сам не залазил. Как их там? Криокапсулы. Точняк, мощная вещь. Прям в будущее попал. О, вот это походу работает. Насколько они замораживают? Аж на 20 лет. Так Своньси сам вычистил пену? Во, дает. Своньси тут ни при чем. В смысле? Сам подумай. Своньси тебя ни разу не подпускал к пене в хозоцеке. Да, потому что работа деликатная. Он сказал, что у меня такие ручища, что я не рассчитаю силу. Я прям эту пену на куски разорвал. А я такой ему, блин, точняк, вот зараза. Поэтому он отправил меня работать на кухне. Говорит, что супер важно следить за запасом продуктов и каждый день все сортировать. Постоянно заставлял перепроверять по два-три раза весь инвентарь. Ага, еще бы. И он тебе ни разу не сказал про пену? Нет, но он же вроде все время занят. Не было тут никакой пены. И Свонься об этом знал, что об его... Солнце еще не село, говоришь? Вот же гад. Да эта синющая мразь просто тянула время, чтобы спасти свою шкуру. А такие камеры реально спасают? Но за 20 лет найти могут. Лучше ж рискнуть, чем сидеть по уши в таком дерьме. Но так дела не делаются. Нельзя просто пиздеть и ждать, пока все помрут один за другим. Да вы что? Не поверю. Наверное, у него были на это свои причины. Спросим, когда проснется. С ним разберемся позже. Сейчас у нас есть дела поважнее. Вздоховод цел, походу. Офигеть. Тут и искры. Внутри там, наверное. Вообще жесть. Часть трубы, возможно, откололась. Но пролезть можно. Давай попробуем. Эм... Свонти говорил, что это небезопасно. Да, он забыл сказать про капсулы. Я все понимаю. Но в корабле он лучше всех шарит. Может, лучше подождать, пока он проснется? Ты сказал мне, что совсем справишься. Ты же говорил, что и Свонси хороший наставник. Пришло время это доказать. Проснется, гордиться тобой будет. Уважишь старика. Он отнесется к нашим действиям с пониманием. А потом и сам объяснится. Думаете? Дайске. Мы все на тебя рассчитываем. Это приказ. Так точно, капитан. Была не была. А, стоп. Оу. Что случилось с ним? Что? Аня? Что здесь произошло? Один день до крушения. Мы снова... Капитан? Найдите пистолет. Внезапно. Я не знал, что здесь есть оружие. Но, скорее всего, если я керли, то оружие должно быть у меня в кабине. Ну-ка. Мне интересно просто. Наш верный автомат с пакетиками. Нет, я не могу ничего сделать. У. Я уже здесь все проверил. Это туалет. Туалет и спальня. Скорее всего... Ну-ка. Сюда нас не пустят. Сюда. А вот сюда тоже нас не пускают. Да. Он точно здесь. Я понял, где он находится. Ты че? Твою мать! Где он? То, что нас уволили, не повод накладывать на себя руки. Аня. Ты нашла медсестра... Ты... Господи. Ты наша медсестра, поэтому твое психологическое обследование провести было некому. Мне надо было об этом позаботиться. Если тебе тяжело, надо было прийти ко мне. И что бы вы сделали? Что угодно. Что угодно. Вы мой экипаж. Я несу за каждого из вас личную ответственность. Я же много раз уже тебе говорил. Ничего я с собой не сделаю. Вы сами знаете, что пистолет в защитном чемоданчике доступа у меня нет. Но чемоданчик я спрятал. Скажи, где он? Я не буду заносить это в протокол. Мы с тобой все уладим. Я беременна. Ты что? От кого ты могла... Капитан. Я говорила. Послушай. Мы все исправим. Я его сто лет знаю. Я с ним поговорю. Я знал, что вы не дадите мне оружие для самообороны. Все, что мне остается, сделать так, чтобы и ему оно никогда не досталось. Кому? Распечатки из навигационного компьютера. На маршруте обнаружены аномалии в траектории астероидов. Рекомендуется подкорректировать курс корабля. Как мне нравятся эти переходы. Шесть часов до суда. Кровь не останавливается. Дайски, просто лежи и не дергайся. Мне нужно подумать. Мы все исправим. Малой, ты как? Меня слышишь? Дайски. Свонси на нас обозлится? Стой. Нет, нет, нет. Не шевелись. Все нормально, Дайски. Спокойно. Ну и работенка. Ты бы вырос нормальным, нежалким ничтожеством вроде меня. Мир несправедлив. Столько лет рвать задницу ради этой конторы. Мастер на все руки, мать его. И что в итоге? Такую награду мы заслужили. Я думал, что ты тот еще тупорез. Постоянно донимал меня пустой болтовней. Радостный и беспечный. Ягненок хренов. Не отличник, не трудоголик. Не пытался свернуть горы. Просто добрый парень, который хотел как лучше. А я старый дурак. Многому мог у тебя поучиться. Дайски, закрой глаза. Не, ну мы же там же Джимми рядом. Чудовище. Я мог его спасти, Свонси. Прям в лицо. В лицо прямо. Я должен все делать сам. Просто заткнулись бы все на секунду и дали мне нормально подумать. Как ты еще не понял? Все уже кончено. Финиш. Пусть парень хотя бы не страдает зря из-за твоих заскоков. Какой кошмар. Хорош выделываться. Свонси, я в курсе, что ты задумал. Я был в хозоотсеке. Я знаю, что ты там упрятал. С топором тут ошиваешься. Ани зубы заговорил. Теперь и до такого опустился. Да ты просто ждешь свой последний билет в криокапсулу. Ха. Да уж, с Аней мы и правда побеседовали. Но это она ко мне пришла. Узнал много интересного, сам понимаешь. Разве капитан не обязан тонуть вместе с судном? Пф. Хотя какая уже разница. Мне бежать некуда. У меня на корабле есть все, что нужно. О большем имя не мечтаю. Он делал для Ани? Чтоб она выжила с ребенком? Так что, Валя, лезь в свою капсулу. Можешь потом рассказывать всем, что хочешь, если доживешь. Заслужил, подонок. Заберите пистолет. С Вонси, куда он делся? С Вонси. Он взял топор, ушел. А пистолет-то где? И Кёрли все еще жив. С тобой-то что? Она наглоталась табли... Наглоталась табли... А как мне знать? Я же не знаю, как знать. Я не знаю, как понимать. Больше нет сил смотреть на всю эту кровь. Блин. Что? А нет. Мне уже мерещатся эти цифры. Открывай. 7, 3, 9. Я понял. И сейчас мы возьмем пистолет, и он взбесится. С Вонси побежит за нами с топором. А мы... Нам придется убить его вручную. 7, 3, 9. 7, 3, 9. Странно, что я его не увидел. Куда он ушел? 7, 3, 9. Взять. Ты че? Ты че? Керли, ты че? Он еще жив. Так. Использовать здесь еще рано. Давай выключу, что ли, пока. Джейми! О, я уже собрался что-то делать. О, боже мой. Ноль дней до крушения. Что же? Почему я так сделал? Или это мой ребенок? Или че? Я все рассказала. Аня, ты. Надо было меня подождать. Что он сказал? Ничего из того, что помогло бы делу. Как он злой? Куда он пошел? Просто взял и ушел. Керли, я не хочу больше его здесь. Подожди. Не спеши. Мне надо его найти. Все будет хорошо. О. Мне нужно найти кабину. Джим. Я могу все исправить. И что, по-твоему, будет, когда мы прилетим домой? М? Мы что-нибудь придумаем. Вместе. Что там? Я только слышу, какой ты чудесный командир. Как же меня это бесит. Только что теперь? Что теперь случится по прилету? Как сам ты думаешь? Мы все исправим. Вместе. Все, на что мы с тобой жизнь положили. Все эти достижения. Изменения. Все станет неважно. И не из такого выбирались. Ты и в этот раз справишься. Будешь решать проблемы поступательно. Дело не только во мне. Это ведь ты должен был держать все под контролем. Твои слова. Корабль, команда. Все произошедшее. Эта ответственность была целиком на ваших плечах, капитан. Вот что тебе придется выслушивать до конца своей жизни. Ответственность. Ответственность. Или же все это запомнят как несчастный случай. Капитан-герой отдал свою жизнь, но не смог предотвратить трагедию. Экипаж Тулпара так и не был найден. В живых... Выживших нет. Вся правда утонула в звездных пучинах. О, мы видим его теперь. И вот ты снова стоишь на вершине холма. И оттуда тебя уже не скинет никто никогда. Как же я раньше не догадался. Звучит? Звучит. Убивает 99% микробов? Я решу вопрос. Сбой системы. Что ты? Джим... Только не говори мне. Я должен был. Я не... Что ты для этого творил? Один час до суда. Это Джимми устроил. Это не Кёрли сделал. О-о-о-о-о-о. О-па. С Вонси мы всё-таки прострелили, да? Ура! С днём рождения, капитан. Праздник улёт. Тост. За капитана Джимбо. Ну же. Мы хотим речь. Давай, валяй. Что под души. Ага. Наш капитан. Капитан Джимми. Григорьев. О-о-о-о. О-о-о. О-о-о. О-о-о! О-о-о. Многим непросто заработать себе на хлеб, но хлеба тебе было мало, да, капитан? Многим, вершина нашего холма была лишь грязью под твоими ногами, пока у тебя самого земля не ушла из-под ног. Жизнь на нашей ступени развития для тебя лишь жалкое существование, но я тебя прощаю, мы все тебя прощаем. Я тебя не брошу даже сейчас, и я в тебя верю. Мы сможем все преодолеть. Иногда каждому удается дотянуться до небес, выразить звездные пучины. Но неудачные дни бывают у всех, и иногда это нужно просто принять. Ты сам меня этому научил, Кёрли. Значит, надо есть. Значит, надо жить. Груз ответственности. Почему звука нет? Ничего нет. Я слышал какой-то удар, и все. А. А. А, я иду. Стоп. А, фух. Так, а сзади ничего? Ничего нету. А. А. Ой. Я упал. Это огромная вентиляция. А. 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 А, вижу. Так, у меня нет инвентаря. Фух. А. Кто ты? нет пути назад теперь но типа берет ответственность что задний повернуть то есть я как бы сейчас умер только что если просто идти не смотреть назад а просто идти а что что ой нет а теперь можно теперь и записка исчезла все меняется почему не могу подойти к этому что тихо 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 а вот стой хорошо идем назад вот сюда ответственность главное не смотреть никуда кроме как на то что можно увидеть вот на эти всякие штуки на свет хорошо идем к рио капсулам судя по всему ой 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 как это как это о боже мой мама 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 что это что это что а эй а нам сюда или нет нам еще ниже господи господи что это за меня преследуют сейчас или нет наверно сюда на свет но я так не люблю лабиринт лабиринты лабиринты ненавижу опять этот цветок везде я могу не делать ничего нет я могу просто оттянуть момент ну и каждый раз мне заставляет принимать это решение так ну там было а надо было в глаз целиться как и было когда сидели за столом мы можем продолжать стрелять и внезапно мы превратили игру в шутер я никак не ожидал увидеть кладбище это дайски или кто это блин я должен его убить да я должен его убить ведь он хочет убить меня конечно же хочет здесь не пройду че ты не могу бежать че ты не могу бежать или надо было именно за ним идти а возможно надо было тупо за ним просто исследовать и все но ведь он тоже на месте не стоит он пытается подкрасить черт где негодяй стоп вот сюда а а а и и и главное резко развернуться о блин нельзя прям сразу разворачиваться очень жесткая сцена нифига себе где есть ему нужно дать еще немножечко подойти к себе и только потом стрелять и все еще жму на shift хотя бы просто пытаясь начать бежать но он же не бежит он не бежит нифига вон он сзади зайду успел успел дай кое-что скажу просто заткнись и слушай я 13 лет бухал как не в себя пил это еще мягко сказано а затем у меня открылись глаза уличный фонарь хлыстнул светом как нож по лицу 500 гигаватт силы божьей я увидел свой раздутый бездыханный труп в канаве мигом всю дурь выбила и вот я надел белую рубашку взял ипотеку и получил кредитку все как полагается приличному человеку думал смогу воспитать детей так чтобы не повторять моих ошибок думал что одна неудача не превратит меня обратно в чудовище но вот тебе страшная правда дисциплина стремление стабильность все эти крысиные бега в попытке чего-то достичь любимая жена послушные дети и ни капли в рот ох дай-ка я тебе скажу правду я всю жизнь убил на то чтобы ее достичь чего-то достичь и каждый раз доходя до финишной прямой я чувствовал лишь пустоту все приехали что по итогу ночи вихрем кружились у меня в голове я тонул в диване осколки в руках реки крови с улыбкой на лице призрительный смех старых шапок прогоняющих робкую луну кругом лишь лужи из блевотины боли хаосы и казенной жестокости и ключик от всех проблем звенящий гидитонодот на донышке это были лучшие дни в моей жизни да а ведь правда это были лучшие дни в моей жизни не скрывать нечего я за себя в ответе я знаю на кого смотрю в зеркало но ты эгоист трусливый мудак и даже сам этого не понимаешь надо было хоть парня спасти если бы я хоть раз мог что-то исправить я бы дал ему хотя бы мизерный шанс чтобы выбраться за этой чертовой дыры сфонси я все исправлю у нас еще все впереди пошел что-то нахуй груз ответственности погоди а где вся пена а а где вся пена стоп я тут все это как обычно мы не на корабле это наши фантазии все еще до о блин керли керли смотрит за мной керли видит керли усмехается я прям про мне просто по кругу бегу стоп может быть назад или как пол что я в утробе я кусочек говна иду по жопе чей то что я я иду через рот я вышел изо рта изо рта керли это он сидит смотрит сейчас у матушки гусыни день рождения устроим ей праздник 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 это да мультики просто взятые для игры оказывается матушки гусыни праздник ах хорошо а пекарь приготовил торт какой чудесный торт а что что взять нога керли оставить жри за чем они портят мне мясо я люблю мясо няма 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 я стейк захотел так все конец а а блин керли что что это такое странно очень выглядит а это отражение что за вентили у него ща давай пущу кровоток а что блин или рот тебя снова открыть а у меня так нога керли использует нога керли ничего не делать использовать ό мы видим ой 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 и фу-фу-фу-фу-фу-фу что а мы должны сделать правильно мы переворачиваем его органы хорошо Ну-ка, взять. Надо проверить, как будет все это там падать. Ну-ка, пошло. Нюм-нюм-нюм-нюм-нюм-нюм-нюм. Потом пошло здесь. Тут. Мы только, кажется, вот этот вентиль неправильно сделали. Нет! Обратно! Оу! Здесь не двигается вообще. Мы можем... У нас только есть возможность вот этот двигать. Понял. Допустим. Оно идет... Стоп, а если я вот это поверну, то что будет? Ой, сейчас. А-а-а-а-а! Значит, может быть, вот так надо? А так? Если мы отправляем сюда, то он пойдет вот здесь. Но потом почему-то выходит вот тут. Наверх. Вот так. Потом мы его отправляем сюда и... Может быть... Вот так? Так у нас уже было? Визуализация, конечно, пипец, мерзость. Музыка играет необычно. Мы... Мы сделали это. Все. Спасите. Кто это? Это Джимми? Оу. Оу. Оу-оу-оу-оу-оу. Я сам управляю им. Вот. Здравствуйте, олдскульные игры. То есть я могу идти только вперед. Ничего больше не могу делать. Чего бы я ни жаловался, он все время идет вперед. И как мне нравились эти игры, когда все было от второго лица. Просто камера выбирала ракурс. И ты идешь. Такое ощущение было всегда интересное. Я хочу домой. Но мы уже дома. Почему не завершить начатое? Не беспокойся. Если нас найдут, беру всю вину на себя. А ты выйдешь сухим из воды. Все, как ты и хотел. Я ведь мог все это предотвратить. Вся ответственность на мне. Нет, мы оба станем героями. Мы же с тобой команда. Не разлей вода. Помнишь, как раньше? Никто ведь не хотел, чтобы так получилось. Мы все оказались в капкане. Ну, виноват я, блядь, виноват. Совершил ошибку. Прости меня, Керли. Умоляю, прости. Груз ответственности. Что? Что происходит? Клак. Че это? Что это? Что мы делаем? Реши проблему. Какую проблему? Как? Стоп. Ох. 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 Как называется штука? УЗИ, да. Это ультразвук. Ага. Это типа, чем громче, тем ближе к разгадке. Ох. 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 что это что это я должен поймать эту штуку это лошадь и третий раз наверное нужно идти я вижу ребенка до блеска ну как и никакого запаха ну как больно разъезд обломки разъезд молчания смоет все гарену свежим пламенем я должен сле... ну как... что делать от меня надо ничего нету я должен убегать я побегу прямо ага окей мне дают возможность отойти в сторону но дело чарж он даже не заворачивает окей хорошо понять бы куда идти как он мерзко замирает когда меня увидит и когда наводится на меня и готовит атаку куда же ты хочешь ты меня пошел она бесконечная я не понимаю уже прохожу я игру или начинаю заново фейлюсь или выигрываю точно закрыто может по нормальному нет что за сюр что происходит что это а вот и микробы о которых говорили миллионы и миллионы микробов только это наши айдишки о боже мой ай-яй-яй-яй-яй эй начальник это я или как тебя лучше звать дедуля как-то много чести учитывая твой послужной список пони экспресс больше нет и тебя тоже я знаю что ты там себе возомнил бедняжка не оставили ему выбора никто 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 то его не понял поле говорит заткнись керли делал все что мог и я тоже но он оказался достойнее теперь я все понимаю у нас с ним еще есть шанс я о нем позабочусь возьму на себя ответственность керли капитан мне очень жаль ого чистосердечное признание да 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 тысячу раз да я во всем виноват но еще не поздно все исправить минуты слабости еще не делают из нас а ну-ка постой притормози если же все так то чего тебя так волнует именно его судьба ноль часов до суда что происходит что а пора домой чем дальше я играю тем меньше у меня вообще понимание какого-либо скорее всего это один из тех случаев когда нужно будет просто сделать видос смонтировать его и потом еще раз подумать что о чем эта игра в ней очень много нигилизма это то что я сейчас вижу я его спасу да это все бред смысле мы же даже шли в эту криокамеру совсем другими путями все хорошо керли все будет хорошо ты всегда был готов прийти мне на помощь а я отплатил тебе болью хоть и хотел всех спасти но теперь ты точно будешь жить все как ты говорил вместе нам все под силу капитан я горжусь что имел честь летать с вами и быть тебе другом больше тебя никто не тронет мы все исправили что я все исправил я чё-то ожидал такое а в общем эту эту игру нужно переварить мне очень понравилось процесс был я обожаю эти игры инди инди шатина рулит она может дать интересный experience мне кажется возможно сейчас будет есть блок который я запишу после когда там допустим смонтирую видео и у меня будет какие-то мысли есть у меня никаких мыслей не появится или мог быть я подумаю что лучше оставить обсуждение смысла игры в комментариях для вас чтобы порассуждали и вместе с другими подписчиками то этого блока не будет либо будет либо не будет были интересные два часа и таком скажу ну а теперь мы отчаливаем надеюсь вы подписались уже на канал подписались и уже лайк поставили было бы хорошо если так надеюсь что вы увидите меня и встретитесь со мной в следующем видосе надеюсь что я вас увижу в следующем видосе в комментариях с вами был юджин и и у нас есть с вами большая ответственность это пятюня очень важно дать ее нам друг другу вы готовы раз два три и